Ну привет ребятулечки, на связи все те же, создатель чудо техники Викторович, и ваш комментатор Петрович. Наконец-то мы нашли немного свободного времени для этой техники. Кто не в курсе, мы собираем трицикл на электотяге из коляски мотоцикла ИШ, и разного хлама с металлолома. В прошлых сериях мы укрепили кузов, сделав вот такой каркас. Установили передние колеса с рычагами, поставили вот такое автомобильное сидение. Соединили два двигателя от гироскутера, закрепили их на заднем маятнике, и установили цепную передачу на заднее колесо. Ну что ж, для испытания, нам нужно будет поставить амортизаторы, сделать рулевое управление, задний тормоз, ну и все же нужно определиться с задним колесом, так как оно у нас очень подуставшее, к тому же нету камеры и покрышки. Ну что, помчали дальше, не переключайся, возможно будет интересно. Итак, полазив по сусекам, нам попались вот такие амортизаторы для передних колес. Викторович сделал вот такие нижние крепления амортизаторов, и приварил их к рычагам. Пока подобрать подходящие амортизаторы тяжело, ведь мы даже и не представляем какой вес получится этого трицикла в полной комплектации. Поэтому будем использовать метод проб и ошибок, ставим что попадется, не подойдет переделаем, ну как всегда. Викторович на коленке согнул вот такую трубу, она будет упором для верхних кронштейнов амортизаторов. Из такой вот профильной трубы получились вот такие верхние крепления. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Получилось вот такое. Задние амортизаторы поставим тоже от скутера, они и тоньше и легче. Сделали им такие крепления. Задний диск от Явы старушки на 16 совсем никакой. Все шпицы шатаются, некоторых вообще нету, пока что нормальные не попадаются. Пусть пока будет этот для пробы, ну а если не дай бог все получится, то будем искать колесико чуть получше. Шпицы заржавели. Мы будем искать такую же, от восхода. Купили камеру и колесико уже готово к установке. Чтобы колесо стало на свое место, для него и заднего крыла нужно вырезать место. Так как у нас рубрика техника из хлама, то Викторович нашел на мусорке вот такое отломанное крыло от тяжелого мотоцикла, возможно оно нам подойдет, пока неизвестно, но цветом оно уже точно подходит. Ну такое, для села самое актуальное, можно сказать получился самец. Даже вот совпались на крыле углубления для амортизаторов. Наконец-то наш трицикл стоит уже на пружинах, а не на пеньках, сейчас Викторович его протестирует. Ну вроде нормально получилось, и не очень мягкий и не очень жесткий, а дальше посмотрим, лишь бы Викторович не вошел в азарт с разными наворотами. Ну а пока, получился довольно легкий. Ну что ребятули, можно сказать, что нам осталось самое сложное, это рулевое управление. Раньше Викторович хотел сделать, чтобы рулевая колонка откидывалась вместе с крышкой, так удобнее было бы садиться. А сейчас подумал и решил, что не нужно усложнять и заморачиваться. Ведь Викторович делает этот трицикл для поездок на рыбалку или дискотеку, а он не так уж и часто и ездит на дискотеку, 7 раз в неделю можно сесть и с неудобством. Вот попалась такая рулевая колонка от Chevrolet Lachetti. Самодельную химичить нету смысла, это и прочная и на подшипниках. Сняли и отрезали все лишнее. Стоять она будет где-то здесь, так как спереди рычагов не получится. Чтобы удобнее было садиться, больше мешает сама крышка, вполне достаточно ее немного поднимать вверх. Приварили кусочек трубы, в нее будет вставляться колонка для фиксации. Чтобы сделать крепление для руля, нужна втулка с шлицами, но такой подходящей пока нету, поэтому для пробы Викторович сделал временное вот такое крепление. Для крепления колонки вверху Викторович приготовил вот такие детали. Викторович все делает спонтанно, из того что попадется под руку. Вроде все нормально. Этот руль только для пробы, здесь Викторович по-любому поставит что-то побольше. Из стоек автомобильного стабилизатора сделали рулевые тяги. Ну и сделали сошки для поворотных кулаков. Нашли вот такую подходящую втулку с шлицами для нашей рулевой колонки, и сделали из нее рулевую сошку. Попался все-таки вот такой руль от Митсубиси с подходящими шлицами. Руль с проблемной обшивкой, его не жалко, поэтому мы отрезали втулку. Сделали вот такую пластину, приварили к втулке и добавили крепление руля от мотоцикла ИШ. Ребята, я пока быстро смотаюсь, забыл покормить гусей. 1-2 раз проверка записи, бляха-муха, неужели получилось? Вот такой рулевый сделал Викторович. Вроде этот выглядит посолидней, еще бы ручки чуть выгнут на себя. Ну что ребята, осталось сделать тормоза и будет первый выезд, если получится. Барабан с колодками у нас есть, просверлили в маятнике отверстие для болта и сделали вот такое ему крепление. Викторович нашел тормозной тросик от скутера и какую-то ручку. Вроде получилось даже неплохо. Вчера Викторовичу по почте пришли вот такие два самых дешевых контроллера. Они не особо мощные, но для первого раза нам вполне подойдут. Пока закрепим их для испытания, потом найдем им более подходящее место. Прикрутили к ручке газа две фишки для каждого контроллера. Для испытания пока взяли батарею от Сегвая, на 36 вольт. Колесо наше ходит восьмеркой, так как шпицы заржавели и мы их гнули, его по-любому позже мы заменим. А так-то, вроде пока нормально. Ну все, на взлет. Проверим заднюю тормозную систему. Теперь максималку. Максимальная скорость довольно шустра, и это только 36 вольт. Испытаем горку. Ну что ребята, тест драйв закончен. Уже можно исправлять все ошибки и недочеты. На удивление скорость получилась чуть большая, так как мы живем в местности где в основном подъемы, то заднюю звезду поставим чуть больше и у нас появится чуть больше тяга, для нас это важнее. Самый интригующий вопрос, будет ли здесь педальный привод, этого пока не знает никто, даже Викторович. С одной стороны оно неплохо едет, с другой, если бы чуть помочь мускульной силой, то это чудо поедет в нагрузке веселье. Но это уже ребята, вы узнаете в следующей серии. Ждем ваши предложения и замечания в комментариях, ведь это наше общее дело, без ваших комментариев не было бы всей этой техники. Не стесняйтесь писать комментарии, здесь не собрались профессионалы. Викторович простой пацан, мы из села, будем рады любому комментарию даже негативному. Если видео зачетное, с вас лайчик, подписка, и хотя бы малюсенький комментарий, ну и жмите на колокольчик, так вы не пропустите следующую серию. Но на этом пока все, до скорой встречи, пока-пока.